Спасибо большое Дмитрию, спасибо Сергею Мазякину с победой его в конкурсе. А Кевин Дауман пока не очень-то точен. Нет, там он пробивает там. Но не разбивает. А там появляется дырочек, просто не так видно, но попал почти что во все, молодец. Он и попал в клуб Фетисова, забил 50 шайб, очень точно, как и есть, поэтому... Кевин Дауман на ваших экранах, его статистика. Ну и вот броски Кевина. Чуть ниже, чуть выше, левее, правее. Ну и теперь... Просто звука нет, и поэтому не видно, как шайбы пробивают эти круги. Сандис Озалинч, вот среднее время за матч был сейчас на ваших экранах. Капитан Норильского Динамо, давайте посмотрим. Что теперь покажет Озалинч? Четыре мишени и десять шайб. Для зрителей плохо видно, что когда пробивается шайб, ну, потому что там звука нету. Получается, у кого хорошее зрение, тот будет видеть. Вот. Тут кто-то в небе увидит. Там же не обязательно сбить, надо просто попасть в мишень. Два. Три. Эх, штанга. Ну, пожалуй, нет, три мишени. Десять шайб, три мишени Сандис Озалинч. Был случай, по-моему, у Андрея Рази, но он прямо четырех шайб здесь сбил. Первый раз, два, три, четыре, поэтому... Мастер Сергей Федоров на льду. Это легенда. Особое отношение к нему во всех городах России, да, пожалуй, что и за океаном. Десять шайб. Сергей Федоров. Магнитогорский металлор. У него самое лучшее катание, самый сильный бросок. Хорошо все и зачем. Мастер на все равно. Когда он еще играл, я еще не начинал их хоккей. А когда я уже закончил, он все играет. По этому долгих лету он тоже сейчас легко попасть. Это как раз его... Смотри, как близко поставил шайбы друг к другу. Поехали. Первый бросок. Штанга. Один. Два, по-моему, два. Да, он там пробивается, поэтому не видно. Три. Там просто дырки такие образуются. Видите, на скоте пойдет. И еще одна шайба-то осталась. Четыре мишени. Девять шайб. Дал бы он пробил, а потом он еще бросал. Просто не видно для зрителей, что именно мишень пробита. Так. Крис Саймон. По вашей части, Александр, товарищ. Раньше был в свое время, в 90-е, в пятерку ходил бойцов самых сильных. Приятно было смотреть, даже любовался техникой. А сейчас неприятно. А сейчас уже он с возрастом уже не хотят лидераться. Уже хотят играть хоккей, забивать голы. И показывает, что я могу. Я нападаю еще. Но ведь и получается. Не зря же его Динамо взял перед плей-офф. Ну, там как раз и нужны были люди, чтобы на пятачке там стоять, и когда надо наводить ужас на тех, кто боится. Он может. Саймон. Две сбил. Три сбил. Четыре сбил. О, это результат. Пять шайб. Вот так Товгаев надо всегда ставить на пулиты и броски. Тренируйтесь. Я же говорил, что там и технический Товгай, а все руки накаченные. Да, в полном порядке. Крис Саймон и Ярамир Ягар. Капитан. Еще одна легенда мирового хоккея. Ярамир Ягар. Сколько раз он участвовал в матче всех звезд. Сейчас в национальной хоккейной лиге. Здесь организатор, собственно, своей команды. Сейчас он хелл, все завидуют. Почему именно здесь самые лучшие звезды? Ягар Саймон займет первое место. Ягар в беременке. Подожди, если... Это не так все просто. Быстренько поменяли мишени. Ну и вперед. Ярамир Ягар. Бросок номер один. Мимо. Мимо. Один. Два. Три. Так. Ягар, Ягар. Ягар, что там Гайи, типа Саймона, самые техничные. Надо ставить их просто надо большинство. Последний участник. И Алексей Яшин. Ну что, в любом случае, уже, мне кажется, победа остается у команды Яшина. Результат Криса Саймона надо превзойти капитану команды Криса Саймона. На Алексею Яшину. Представим, на шесть бросков, по-моему, было, да? Пять. Пять бросков, четыре попадания. Громко. Громко. Алексей Яшин. У него как раз бросок поставлен, он может. У кого-то плюшка с винтом. Вот она. Первая. Вторая. Три. Четыре. Но осталось четыре шайба. У него в любом случае Яшинская команда побеждает благодаря Крису Саймону. А вот сразу видно по клюшке, кто упадет. Потому что у кого вот клюшка винтом, получается, как бы, броски, как бы, половина неуправляемые, но примерно попадают в створк. А у кого вот хороший прямой загиб, они как раз их контролируют. Просто куда хотят, туда бросают. Да, три-один. Три-один. Впереди команда Яшина. Крис Саймон. Теперь можем говорить о самых метких хоккеист континентальной хоккейной линии. По итогам мастер-шоу-то точно. Так, ну а теперь, пожалуй, что король всех конкурсов, да? То, что вызывает самый большой интерес. И.